Всем привет, думаю вы заметили возвращение на канал DIY тематики, причиной тому стало появление у меня нового 3D принтера. 3D печать на канале появилась около двух лет назад с покупки призрака шестого медведя, но за пару лет мир 3D печати сильно изменился, на тот момент домашние принтеры стоили сильно дешевле промышленных. Сейчас такой разницы уже нет, а что касается модели S1, которую мы сегодня обозреваем, она не позиционируется как продолжение линейки призраков, но с точки зрения цены находится в близком диапазоне. Что касается цены, на момент создания видео, то на Алиэкспресс она активно меняется от 27, чуть ли не до 40 тысяч, и в районе 30, даже если чуть побольше, эта модель получается самой дешевой в своём классе. В данном видео я предлагаю в целом понять, что сейчас доступно по 3D печати в современных принтерах. При этом лично я отношу S1 уже всё-таки к промышленным принтерам, а шестого медведя к домашним. Ну и для начала разберёмся, чем должны отличаться домашние принтеры от промышленных. Само собой, какого-то признанного перечня отличий не существует, а если бы и существовал, то менялся бы от года к году до неузнаваемости. Что было пиком возможности 10 лет назад, сейчас уже считается неприемлемым даже для самых бюджетных домашних принтеров. Тем не менее, так как задачи разные, то и требования тоже отличаются. Домашний принтер должен просто напечатать один экземпляр чего-то, и тот, кто печатает, он же и определяет качество печати, он же и следит за работой принтера в процессе его печати, он же является и заказчиком печатаемой детали. Промышленный принтер может напечатать как один экземпляр, так и серии одних и тех же деталей. При этом разработчик печатаемых деталей, человек, который их готовит к печати, человек, отвечающий за работу принтеров и человек, отвечающий за контроль качества и соответствия заданных для детали параметров, это разные люди. И принтер на производстве должен в первую очередь обеспечивать высокую повторяемость изделий. Подобранные параметры для зазоров деталей, прочностных характеристик, шероховатости и так далее должны сохраняться от печати к печати. Второе отличие – простота обслуживания принтера, возможность быстрого понимания причин неисправностей и возможность быстрого ремонта и возврата принтера к работе. Третье отличие – высокая производительность работы. И четвертое отличие – удобство работы оператора, который должен контролировать сразу большое количество работающих принтеров. Многие могли ожидать еще увидеть пункт про качество геометрии, но в 3D печати качество и производительность – это две стороны одной медали. И для каждого из этих пунктов между шестым призраком и S1 есть принципиальное отличие, на которое мы с вами в этом видео и посмотрим. Но у S1 есть и недостатки в сравнении с шестым призраком, об этом мы тоже поговорим. И в первую очередь начнем с главного отличия. И это даже не другая кинематика привода стола, размеров и чего-то не было другого, главное отличие в управлении. У шестого призрака стоит простой микроконтроллер, который способен преобразовать управляющие команды из G-кода в сигналы, после усиления которых они являются силовыми для работы шаговых двигателей принтера. Эти микроконтроллеры не имеют высокой производительности и минимально влияют на редактирование управляющего кода. Обычно они могут только ограничить скорость и ускорение, чтобы не выходить за пределы физических возможностей принтера. В S1 применяется уже система из связки из двух блоков. Один также отвечает за подачу команд, которые будут преобразованы в движение шаговиков, а второй, уже куда более производительный, который исходный G-код, на лету правит так, чтобы скомпенсировать недостатки технологии 3D-печати и получить высокое качество печати при высокой скорости. Для этого уже применяется система на чипы с многоядерными ARM-процессорами, устанавливается операционная система на базе Linux, имеется несколько гигабайт оперативной и постоянной памяти, короче, на борту стоит еще дополнительный компьютер. Это же железо позволяет организовывать удобное удаленное управление и отслеживание состояния принтера. И за редкими исключениями, принтер этого типа управляется прошивкой клипер. S1 исключением не является, и де-факто клипер стал общим стандартом для промышленной печати. Можно накупить принтеры разных производителей, но и контролировать и подготавливать модели к работе для них можно в одной и той же программной среде. То есть работник, который освоил один такой принтер, сможет, не переучиваясь, работать и с другими. Ну и простые принтеры не на клипере тоже можно переделать на клипер. Покупается что-то наподобие Raspberry Pi, и управление принтера переделывается в обход родных мозгов. Но смысла обычно в этом не так уж и много, так как все последние веяния в области улучшения работы принтеров невозможно без установки кучи тонзодатчиков под столом для печати, или хотя бы одного в печатающей голове. У S1 их 4 штуки под столом, а также нужны акселерометры. На коленке такое собрать и откалибровать крайне затруднительно, эпоха, когда можно было накупить бошевских профилей с горской шаговиков и сделать принтер не хуже, чем заводский, закончилась. Ну и теперь перейдем уже конкретно к особенностям S1. Начнем с того, что у него хинематика Core XY, собственно как и у шестого призрака. А вот сам стол приводится двумя двигателями через два ходовых винта по четырем валам, вместо двух, как и большинство принтеров. Имея в распоряжении шестого призрака, я не понимал зачем это надо, учитывая, что программно S1 умеет компенсировать неровность стола, а вертикальные нагрузки на стол в процессе печати практически не меняются. Но всё это так работает на ускорениях, которые может вывозить шестой призрак. А вот если запустить печать на пределах скорости ускорения принтера S1, становится понятно, что лишних точек крепления быть не может. Принтер мотыляет башкой с неимоверными ускорениями. И пусть масса печатающей головы не очень большая, закон сохранения моментов импульса никто не отменяет. Принтер хоть и весит 16 кг, но от мотыляней головой он заметно вибрирует. Тут-то и возникает главное отличие. Допустим, если бы шестой призрак вывозил такие ускорения, а он их вывести не может, собственно я его прошивал на Марлин, чтобы снять родные ограничения, и шаговики начинают пропускать импульсы уже после ускорения 2500 мм на секунду в квадрате. А S1 в данной тестовой модели кораблика мотыляет головой с ускорениями 20000 мм на секунду в квадрате. Ну допустим, если бы такие ускорения шестой призрак вывозил, то от болтания стола и вибрации корпуса печать получилось бы до невозможности плохой. И возможное болтание стола у S1 устраняется механически добавлением второго привода. А вот с вибрациями тут всё сложнее. Они в любом случае будут даже в бесконечно жёстком каркасе. Просто из-за того, что принтеры при печати не должны мешать друг другу и поэтому стоят на виброопорах, которые подразумевают, что весь этот ящик будет при работе вибрировать, уменьшая при этом воздействие на стол и соседние принтеры. Иными словами, грубой силой тут не обойтись, нужны хитрые решения. А именно нужно, чтобы принтер печатал так, чтобы не попадать в свои собственные резонансные частоты. То есть вместо печати с теми ускорениями и скоростями, что получаются при создании управляющей программы в слайсере, принтер должен в случае, если это будет приводить к вибрациям на резонансных частотах, корректировать программу так, чтобы эти режимы менялись на более удачные для принтера, и за этим в том числе и следит бортовой компьютер самого принтера, на лету меняя программу печати. Но для того, чтобы принтер избегал резонансных частот, сам принтер должен эти частоты знать. А чтобы он их узнал, на борту должны быть установлены акселерометры и имелся в прошивке специальный скрипт, который посредством постепенного изменения частоты колебаний печатающей головы должен позволить принтеру узнать свою амплитудно-частотную характеристику. Собственно, это дело запускается в тестировании через настройки принтера или при первом включении после перепрошивки. На фоне вы как раз должны слышать сам процесс выявления резонанса. Движение головы принтера не видно на камеру, да и вживую без стробоскопа тоже не видно, но вы слышите, как на разных частотах иногда появляются усиливающиеся звуки. Это резонансы отдельных элементов принтера. Кроме замира АЧХ, также принтер может строить карту неровностей стола. Это тоже функция, которая в домашних принтерах обычно не присутствует, вернее, не присутствовала до появления такого класса принтеров, который на обзоре в видео. Суть в том, что, во-первых, стол может быть перекошен, а во-вторых, стол может быть в принципе не плоским по всей поверхности, и в этом случае для печати равномерного слоя принтер должен в процессе перемещения по осям X и Y добавлять дополнительный ход по оси Z, компенсируя неровности стола. А это как раз одна из вещей, которая позволяет сохранять повторяемость. Когда меняется зазор от сопла до стола, принтер местами передавливает, а местами не додавливает пластика. И может выдавливаться или слишком широкий валик из пластика, и тогда зазоры для сборки будут меньше, либо пластик может выдавливаться слишком слабым валиком, и тогда в местах провала стола будет и хуже адгезия модели к столу, и хуже межслойная адгезия на нескольких первых слоях в местах под провалами стола. Это может и запороть печать, допустим, деталь отлипнет от стола в процессе печати, а это, естественно, и дополнительные траты времени и денег, а также это может изменить механические свойства детали. То есть если печатать на нескольких принтерах партию деталей, или на одном, но в нескольких разных местах стола, то часть деталей будет иметь одни механические характеристики, а часть другие. И для промышленной серийной печати это совершенно недопустимо. И для построения карты высот стола в текущий момент самый распространённый метод – это когда для отслеживания контакта сопла и стола стол устанавливается через тензодатчики, и стол тыкается в голову в разных местах стола. В клипере карту высот стола можно посмотреть в интерфейсе управления принтером. У меня перекос приличный, его можно устранить ручным выставлением стола, но можно и забить на это дело, принтер программно всё это в любом случае будет компенсировать. Собственно на шестом призраке я на это тоже в какой-то момент забил, и потом видимо когда-то сместил регулировочные барашки, скорее всего задел при уборке пыли, и я просто знаю, что у меня правая сторона стола чуть выше, и если на ней печатать, то первый слой будет распластан сильнее нужного, и как результат тонкие зазоры первого слоя спекаются друг с другом. Я это знаю, помню, в случае если это критично, просто печатаю на левой половине принтера стола. И для домашнего принтера моя лень и нежелание потратить 10 минут на выставление стола – это мои проблемы. А вот при печати заказов за деньги, лень операторов оборудования никак не должна сказываться на качестве печати. Собственно для этого принтер сам и должен контролировать положение стола. Ну и само собой, жёсткость намертво прикрученного стола выше, чем стола, который фиксируется под пружиненными винтиками. Что же касается скорости, то принтер позволяет поставить 600 мм в секунду, а ускорение – до 20 тысяч мм на секунду в квадрате. Для демонстрации возможности принтера на флэшке есть и 15-минутный кораблик Бенчи. Кораблик сделан под печать пластиком ПЛА. У меня есть два пластика, которые хорошо печатаются на больших скоростях. Один чуть потверже, но зато вообще не требует откатов. Второй куплен был специально для тестов принтера. Новым – это который серый, качество печати получается выше. На старом не хватало потока для закрытия контура. Дальше мы ещё увидим кораблики, уже настроенные мной, в том числе быстрые, которые получили сильно лучше заводской демонстрационной версии. Но надо понимать, что при очень быстрой печати нужно чётко настраиваться под пластик. Ну и всё же предлагаю перейти ближе к реальности, к печати, которую я делал не ради красоты, а чтобы напечатать нужные мне вещи. Ну и параллельно я искал возможности принтера, и на каждой из печати я всё увеличивал и увеличивал скорость и ускорение при печати, чтобы найти предел, выше которого ставить уже нельзя. И также понять, что будет ограничивать скорость печати. Ограничений в общем-то есть всего три. Первая – это сама механика принтера. Это выглядит как появление эхо при печати, или на больших ускорениях пропуски шагов у двигателя. Забегая вперёд, этого ограничения добиться в общем и целом невозможно. И тут можно долго рассуждать о том, что принтер сделан из кучи свинчанных друг с другом металлических профилей, и что стенки пластиковые, ну и так далее. И естественно это всё влияет на жёсткость, но принтер показал, что жёсткость у него достаточная. И тут, как говорится, победителя не судят. Конечно, можно сделать лучшее, но это было бы и дороже. А результат по печати был бы такой же. Ну и само собой есть стандартная проблема всех принтеров с кинематикой Corex Y. При движении не под 45 градусов появляется небольшая рябь. Но у этого принтера она из коробки минимальная, может быть если поиграться на тяжкой ремне, можно добиться меньше рябьи, но честно говоря я вживу никогда такой маленькой рябьи в печати и не видел. А если что-то работает, лучше это не трогать. Но кроме ограничений по механике, есть и ещё два ограничения. Это ограничения по объёму потока пластика через экструдер и ограничения по скорости охлаждения зоны печати. Собственно надо найти эти ограничения, и они также зависят от конкретного пластика. Но предлагаю всё-таки идти по порядку, и коли мы уж начинаем говорить про первую печать, разберёмся с тем, как выводить модельки на печать. И с особенностями прошивки принтера. Вообще к принтеру можно подключать флешки со сгенерированным G-кодом, но есть способы куда интереснее. Для этого принтер надо подключить к локальной сети, можно использовать Wi-Fi, можно использовать Ethernet кабель. Принтер напишет у себя на экране, какой ему был выдан IP-адрес, и можно просто в браузере вбить этот адрес, попав на дашборд управления принтером. И тут в целом для всех принтеров на клипере будет выглядеть всё плюс-минус одинаково. А в заголовке страницы в браузере при активной печати отображается процент выполнения текущей печати. И запускать на печать детали можно через веб-интерфейс. Тут же можно следить за состоянием принтера. Но есть слайсеры, то есть программы, которые с 3D детали делают управляющий G-код, которые также могут в себя интегрировать этот дашборд. И в частности сейчас популярность набирает Orca Slicer. У него среди предустановок имеется FlyingBear S1. Однако отмечу, что настройки по умолчанию тут поменьше меры для PLA очень консервативные. В процессе поиска пределов удалось уйти очень далеко от тех скоростей, которые тут прописаны. Обзор слайсера это вообще отдельная тема, касаться её сейчас не будем. Главное тут только то, что настроить принтер можно просто выбрав модель и пару раз нажав на Далее. В курии, в которой я раньше работал, многих новых принтеров среди предустановок просто нет. Однако в остальном параметры печати плюс-минус такие же, просто менюшки по-разному сгруппированы. Из важных отличий в настройках в сравнении с курой только отмечу, что тут настройки пластика выделены отдельным меню и отдельно настраивается то, что касается пластика и отдельно то, что касается движений принтера. Но главное тут то, что нажав на значок напоминающий Wi-Fi и вписав тут IP адрес принтера, слайсер сам коннектится к принтеру и теперь дашборд доступен сразу тут в качестве отдельной вкладки и можно через слайсер сразу работать с памятью принтера. Кроме того, в этом слайсере есть несколько наиболее распространенных тестов, которые позволяют понять ограничение печати и настроить печать так, чтобы она была наилучшей. Мы же тесты делать не будем и проверим все на практике, начиная с детальки, которая мне нужна была для основной работы. Это конечно в будущем потом не избавит производства от печати этих деталей самостоятельно, но суть в том, что мне нужно было сделать кусок отверстия М14 с шагом 2, чтобы подогнать зазоры под обычный болт М14. Эту модельку я печатал слегка, ускорив прописанные в WorkoSlicer параметры для печати PLA пластиком на этом принтере. А в самой модельке мне нужно было сделать так, чтобы можно было рассмотреть как выглядят видки резьбы и сделать кусок нормального резьбового отверстия, чтобы можно было в него вкрутить реальные болты и при необходимости калибры. Печаталась эта деталька 17 минут. И собственно результат выше всяких похвал. В общем-то если просто взять все как из коробки и печатать параметрами как задано в слайсере, то будет все зашибись. Но при этом не будет тех предельных скоростей, которые хотелось бы получить. Опять же учитывая, что уже до этого был напечатан быстрый бенч и из него понятно, что принтер может куда быстрее. Ну а эта деталька для производства просто пошла как эталон. Кто связан с производствами знает, что на какой участок не придешь, всегда мастера рассказывают сказки про невозможность сделать то, что делать они просто не хотят. Благо с 3D печатью я тут мог прийти с аргументом, что рассказами про инопланетные развитые цивилизации съехать от работы не получится. Тем не менее скорость печати надо увеличивать. Дальше пошли детали для прошлого видео. Часть я снимал, часть нет. Так, например, для этого кольца я еще ускорил скорость печати. И увеличил поток для пластика с точно не помню, по-моему с 9 до 15 кубических миллиметров в секунду. И как результат опять идеальная деталь. На видео не попала печать небольших стоечек, для них я в свойствах пластика поставил минимальное время между слоями 4 секунды против стандартных 8. С мелкими деталями, если быстро напечатываются слои, то деталь начинает плыть. Но и с 4 секундами все вышло идеально. И тут я понял, что надо все-таки менять подход, потому что по перемещениям и ускорениям я уже выставил все на максималке. И как раз в этот момент я понял, что по механике вообще вопросов нет и сделать так, чтобы принтер из-за движения что-то сделал не то, не получится. И надо было только разобраться с тем, что принтер может по охлаждению и потоку пластика. Для тестирования потока идеально подходила следующая деталь для прошлого видео. Я поставил толщину слоя 0,28 мм и выставил лимит по потоку в 50 кубиков. На текущий момент 50 кубиков не печатает, наверное, вообще не один принтер. Деталь простая форма, поэтому принтер по скорости будет ограничен только потоком в 50 кубиков. И в оркослайсере можно увидеть, какой будет поток в разных местах моделях при печати. Собственно, напечатав часть деталей, я сравнил места, где начинались проблемы, с теми цифрами по потоку, что для этих мест показывал слайсер. И так стало понятно, что принтер с этим пластиком может выдавить где-то 20 кубиков пластика. Я с запасом для будущих настроек выставил 18. Собственно, на длинных стенках и простых деталях принтер будет ограничиваться по скорости именно расходом в 18 кубиков. Но при этом быстро двигаться в сложных местах, где большой поток не требуется. 20 кубиков это хороший результат, но к сожалению не рекордный. Существуют принтеры, правда и подороже, которые давят под 30 кубиков на быстрых пластиках. И если бы не хватало нагрева, то 20 кубиков 20 и 20. Но весь интерес в том, что на 20 кубах нагрева у хот-энда хватает. Клиппер умеет показывать скважность включения нагревателя для сопла. И при максимальном потоке клиппер больше 60% скважности работы нагревателя не показывал. Ну то есть тупо не хватает оборотов вращения у шагвика, который протягивает пластик, чтобы раскрыть возможности хот-энда. И если бы просто двигатель крутился быстрее, то на затяжных стенках или простой геометрии принтер мог бы печатать процентов на 30 быстрее. Дальше нужно было еще разобраться со скоростью остывания пластика. И тут поможет деталь назначения, которую вы увидите в этом видео чуть позже. Но основная тестовая часть этой детали – это тонкий цилиндр. Принтер может его печатать достаточно быстро, и если не делать перерывов между слоями, то деталь перегревается. И от качества охлаждения в голове зависит то, насколько надо медленнее печатать, чтобы деталь не перегревалась. И для начала я естественно полностью убрал ограничения скорости печати между слоями. Время печати слоя составило менее 1 секунды. И тут на тепловизоре видно, что по меньшей мере миллиметра полтора детали остается слишком горячей при печати. И тут как раз пригодился пластик с эффектом металлика. При перегреве из-за изменения блеска очень четко видно, что с деталью что-то не то. И печать этой детальки я прервал и напечатал еще одну, но выставив ограничение времени между слоями в 1,7 секунды. Теперь на быстрых слоях слайсер сам делает скорость печати чуть ниже предельной. И тут наглядно можно увидеть разницу между укладкой слоев. Стоит отметить, что 1,7 секунды тоже мало. И в итоге в финальный пресет настроек я добавил не 1,7, а 2 секунды. Кроме того, при печати уже второго варианта я еще выставил для печати отсутствие замедления на нависаниях. И тут я также печатал резьбу с шагом 2, очевидно, что она сильно хуже, чем была на заводских настройках. Ну то есть уже к двум указанным ограничениям добавил еще и ограничения для скорости печати нависаний. Дальше по видео вы еще увидите зачем нужна и эта гаечка. Тут в слайсере можно увидеть, что все нависания имеют меньшую скорость печати, ну и даже со снижением скорости печати гайки она составила менее 6 минут. И на запись я конечно же не показал, какой выставил скорость печати на нависаниях, но судя по всему что-то в районе 30-40 мм в секунду. Резьба получилась такого же качества, как и на той детали, что я показывал чуть ранее. И на видео я гайку заснял, когда уже попытался накрутить гайку на плохо напечатанную резьбу ответной детали, поэтому здесь видны некоторые дефекты. Ну и в целом, за пару закручиваний резьбы, резьбы приработались, уже за кадром я еще раз напечатал условно болтовую часть, сделав скорость печати на нависании около 80 мм в секунду. Результат уже был не идеальный, но приемлемый. Печать сильно быстрее, а качество не сильно хуже. Собственно на этом этапе получены основные параметры для печати. Так что настало время печати моей тестовой модели, которую я сделал еще когда делал обзор на шестой призрак. Модель сделана на основе кучи других тестовых моделей. Печать заняла около 20 минут. Видно то, что выставленные скорости для нависаний чуть высоковаты, но я с такими нависаниями деталей не проектирую. В остальном горизонтальные шрифты читаются отлично. Вертикальные очень хорошо, в том числе шрифты высотой 3 мм. Четко отпечатались зазоры от 0,2 мм. На 0,1 мм есть спекающиеся части, но не такие, чтобы нельзя было разделить подвижную сборку. Геометрические размеры отпечатались с погрешностями для внешней геометрии в плюс 0,1 мм, для вертикального отверстия минус 0,2 мм. С горизонтальными отверстиями тут вопросы опять же таки к скорости печатания нависаний. Верх отверстий сплавился. Мостик 45 мм напечатался нормально. Вертикальные полосочки тут нужны для контроля гостинга, гостинга не видно. Пики пропечатались отлично, соплей и хрупкости на них нет. Короче, если проектировать детали без нависаний больше 45 градусов, то настройку можно считать завершенной. Для печати с нависаниями больше 45 градусов, либо печатать с меньшим слоем, чтобы нахлёсты были меньше, либо уменьшить скорость печати нависаний. Ну и теперь возвращаемся к кораблику Бенчи. С созданным пресетом при толщине слоя 0,28 мм кораблик печатался без малого 20 минут. Из наиболее заметного дефекта опять же кроме печати арки, которая выглядит так же как горизонтальное отверстие на тестовой модели, ещё есть какие-то шероховатости на части будки и они же по одному из бортов корабля. Это дефекты от функции, которая сглаживает швы при переходе на следующий слой. На этой 3D модели эта функция работает плохо, но она и в слайсере помечена как бета функция. Хотя отмечу, что на плоских поверхностях работает она хорошо. Но мы всё равно сравним 25-минутные кораблики, очевидно, что 20-минутные выглядят лучше. Ну и дальше я стал оптимизировать печать чисто под бенчи, подбирать оптимальные заполнения, чтобы уменьшить ширину между нависаниями первых сплошных слоёв, а также надо было переделать печать швов. Кроме того, из-за полугих углов на скорость печати сильно влияет настройка толщины верхних оболочек. Почему-то она сильно повлияла и на глубину рельефа микронадписей за кормой кораблика, которая скорее всего вообще по идее авторов моделики печататься не должна была, но современные принтеры печатают и такие микрорельефы. И также для улучшения печати нависания я уменьшил толщину слоя с 0.28 до 0.24, но за счёт оптимизации настроек под модель, несмотря на уменьшение толщины слоя, я смог одновременно сильно улучшить качество печати, уменьшив время печати с 20 до 18 минут. Безусловно, кораблик всё равно не эталонный, отметим, что и у меня опыта печати тоже не максимально много, но и 18 минут это очень хорошее время для результата, когда получается кораблик, а не пластиковое месиво. Для сравнения на шестом призраке, прошитом на марлин, я смог напечатать бенча только за 36 минут, правда без таких сильных дефектов на нависаниях, но тут можно увидеть, что принтеры, не на клипере, а управляемые просто G-кодом, не могут делать столь гладкие и чёткие поверхности. Думаю, различия в укладке слоёв тут налицо. Но всё равно отмечу, что быстрее часа для бенчи это достойные результаты, и между часом и 40 минутами огромная пропасть, но между 20 и 40 это не просто пропасть, это огромный каньон. И показав сравнение с шестым призраком, который для своего времени и своей цены печатал неплохо, виден прогресс в доступных моделях всего за два года. Но есть у S1 и недостатки, и во многом они являются следствием того, что принтер в общем-то не для домашнего пользования, а я его рассматриваю как домашний, и проявляется это по-разному. Во-первых, и что раздражает больше всего, это то, как выполняется команда перехода в домашнее положение перед началом печати. Занимает всё это дело целых 5 минут. Принтер несколько раз потрясывает столом, видимо калибрует NZ-датчики, чистит сопло, для чего оно нагревается, потом по мере выставления стола в горизонт оно начинает остывать, и перед началом печать надо его опять нагревать, ну и собственно выставляется стол. Двигателей по оси Z тут два, соответственно стол между печатями может перекоситься. Принтер это дело устраняет. И это всё очень долго, если печать большая и сложная, ещё норм, понимание того, что не будет брака по глупости и что это стоило всего 5 минут ожидания, ничего страшного. А вот когда надо напечатать что-то за 3-5 минут, а принтер для этого 5 минут делает всякую аэробику, это уже неприятно. Есть принтеры, которые делают все схожие процедуры, но укладываются при этом в 3 минуты. Понятное дело, что это гарантия качества печати, но для домашней печати, в отличие от коммерческой, это не всегда критично. Второе – это подход к шуму. Принтер довольно шумный. Добавляют шум в том числе и пластиковые панели. Можно ли было сделать это по-другому? Безусловно. Но когда принтер стоит в зале с пару десятком других, смысла в этом нет. И про шум это не всё, один из вентиляторов либо бортового компьютера либо блока питания работает постоянно. И сделать управление от тормодатчика – это вопрос полудоллара. Но опять же, это важно только для домашней печати, когда настраиваешь и готовишь печать, сидя в одном помещении с принтером. А принтер в общем-то и не для домашней печати, и на тишину в простое просто забили. И ещё один вопрос – это экономия габаритов. Соотношение области печати к габаритам принтера не очень хорошее. Можно улучшить компоновку, пустого места очень много. Допустим, нижний блок электроники с блоком питания, кроме дисплея, можно было бы переставить на заднюю стенку, там пустого места для этого более чем достаточно, и сделать принтер заметно ниже без уменьшения области печати. Аналогично по габаритам тут и с катушкой для пластика. Она стоит сзади и торчит ещё вбок. Иными словами, принтер не прислонить к стенке ни задней частью, ни боковой. Для фирмы из принтеров тут всё логично. Есть много моделей принтеров, где сделано точно так же. Можно проходя мимо ряда из принтеров, глядя между ними, сразу видеть, сколько в каждом осталось пластика на катушке. Но дома принтеры у людей стоят во всяких тумбочках, и у меня он глубоко под столом. И так не видно будет ни самого пластика, да и поменять катушку будет очень тяжело. Благо тут два минуса превращаются в плюс. Внутри корпуса настолько много неиспользуемого пространства, что внутрь свободно помещается катушка с пластиком. И в пластиковой стенке сделать место для нового крепления довольно легко. Можно было бы сделать совсем простой держатель катушки по типу штатного. Но тут надо понимать, что если пластик закончится в тот момент, когда стол будет на уровне держателя катушки, то в самых простых конструкциях держателя вы просто не сможете достать катушку во время паузы на печати. Поэтому я сделал более сложную конструкцию так, чтобы держатель катушки можно было вытащить через стенку наружу и при этом сделать это одной рукой. Ну то есть одной рукой держать катушку, а второй вытаскивать держатель катушки. Понятное дело, что для промышленного принтера делать какие-то манипуляции руками рядом со столом, где стоит недопечатная модель – это дичь. Но для домашнего использования, по крайней мере для меня, габариты принтера важнее, чем скорость и безопасность замены пластика. Собственно, печать этих деталей вы ранее и наблюдали. В процессе доработки надо было еще перенести датчик обрыва филамента, но тут ничего сложного нет. Панель пластиковая, дырок можно сделать сколько угодно. Ну и также есть некоторые объективные недостатки. Первое, что я отмечу – это отсутствие возможности быстрого вытаскивания пластика из печатающей головы. Есть много принтеров, где можно расщелкнуть валы, протягивающие филамент, и просто так поменять порток, а затем защелкнуть их обратно без взбивания усилий всего механизма. Тут же такая штука явно напрашивается. Это потеря времени операторов принтера. Вдобавок, либо я не понял, как заставить нормально работать протяжку пластика через меню принтера, либо там какой-то бак прошивки. Я пробовал и вручную делать предподогрев сопла, и не делать его вручную, чтобы принтер сам грел. Все равно кнопки остаются неактивными. Активна только кнопка протяжки вниз, и с ней принтер просто бесконечно затягивает пластик, в какой-то момент прекращая это делать. Но контролировать это никак нельзя, и выйти из этого режима принтер не дает. В это время, конечно, можно поменять один пластик на другой, но потом, чтобы остановить протяжку, надо воспользоваться хард резетом. Может быть это не бак, а я не нашел какие-то условия, чтобы это работало нормально. Но если надо сделать что-то, что менее очевидно, чем хард резет принтера в процессе смены пластика, то, скорее всего, где-то что-то очень плохо описано, что надо делать. И в итоге я замену делал по-другому. Обрезаю старый пластик, а при новой печати принтер при подготовке прокатывает немного пластика через сопла, и в этот момент можно ему подать новый пруток. В остальном, конечно, скорости и качества совершенно другие, если сравнивать с шестым призраком. И жестой призрак был неплох, кроме как по делу он может и такое печатать, но допустим, даже для создания видео на жестом призраке печатал я эти штуки каждую часа по два с половиной. С1 такое может напечатать с лучшим качеством минут за 40-50, а видео у меня тогда выходили раз в неделю. И делаю я видео по вечерам после работы. И печатал я это, как сейчас помню, почти целую неделю по одной штуке за вечер. Шестой призрак, конечно, сильно тише, чем С1, но таких принтеров, чтобы печатать по ночам, все равно не существует, да и вставать несколько раз за ночь для запуска следующей печати удовольствие было бы сомнительным. В общем, сильно пришлось понервничать, переживал, успею или нет. Надо понимать, что когда на канале была реклама, ее сроки выхода заранее согласовывались. И кровь из носу, но видосик в оговоренное время должен выйти. В общем, неспроста я прошивал шестого призрака, хотел из печати быстрее. И хотелось этого не когда печатал какое-то баловство, когда действительно надо было для дела. И его на марлине можно чутка ускорить, но совсем немного, так как дальше перестает справляться уже охлаждение. Он рассчитан на то, какой он есть из коробки. А S1 это все-таки уже другая лига. И в те моменты мне чего-то подобного очень сильно не хватало. И сейчас, конечно, радует, что принтер такого класса стоит не очень много. Два года назад, когда я брал шестого призрака, это были устройства совершенно разных ценовых категорий. Сейчас это не как в магазин за хлебом сходить, но станок по цене четверти айфон на этом мне кажется довольно дешево. А если уж не для дома, а для всяких задач прототипирования на производстве, цена принтера это просто погрешности на фоне каких-то других текущих расходов. А я надеюсь, что видео было полезно или интересно, если так, то подписывайтесь на канал, если ранее этого не сделали. Ну а пока, всем пока и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok